Моё почтение, дамы и господа, вы на канале Best Video Games, с вами HeadCrab, и мы продолжаем наше путешествие по миру, Ведьмак 3, Дикая Охота. Так, ну в прошлой серии там были в основном только заставки. Мы побывали на удиенции у Эгдыра, или как там у Эгдыр? Император. Император. Сейчас мы посмотрим, как его там... Короче, что-то... Эдгер. Эдгер его. Имя этого императора. И узнали, что нам предстоит задание выполнить для императора. Мы должны будем найти его дочку. А дочка это вся та же Цири. Цирилла её полное название. Которую мы видели в первоначальной заставке. Там, где маленькая ведьмачка беловолосая тренировалась. Теперь она уже выросла, и за ней охотится. Охотится некая организация под названием Дикая Охота. И, короче говоря, мы должны найти её первыми, чтобы обезопасить её дальнейшее существование. Так, ну и посмотрим, что тут. Карту, в принципе, тут ещё нет. Глобальной карте нам предстоит отсюда выйти. Доступное задание. В этом месте можно начать новое задание. Давайте получим задание. Кстати, мы открыли новую локацию. Королевский замок в Изиме. И после этого мы выйдем из самого этого замка. И посмотрим на локацию в Изиме. Так, ну это будет после того, как мы попробуем задание взять. Кто тут у нас? Вот этот вот. Зивака. Да. Варвар. Ага. Ага, блин. Да это просто игрок. В квинт. Гвинт. Прощай. Не хочу я с ним играть, блин. Но он меня до трусов разденет, я уверен. Так, ну... Я бы, честно говоря, с удовольствием бы вернул свою... Свою экипировку обратно. Как это сделать? Нам, надеюсь... Да, нам отдали наше... Всё оружие. Давайте... Вернём всё на свои места. Так, вот перчаточки мои. Отличные сапожки. Вот, я уже начинаю себя узнавать. Чёрт побери, броня. Вот она. Так, арбалет мы ещё не пользовались. Надо будет как-то попробовать. Добрый опыт, смертный удар по человеку. Это что? Модификатор шанса отрубить конечность. 10%. Я думаю, конечность отрубить, это то же самое, что и критичный удар. Тут процентов 10, поэтому так и оставим. Седло, как полагается. Вот эти мечи можно будет разобрать. Валенский длинный меч. Но он слабее, чёрт побери. Чем мой меч Школы Змеи. Стальной меч, да. Мы его сковали. Скрафтили, можно сказать. Так, и что? Это такой ремонтербор подмастеря оружейника. Прощество восстановлено. Так, ну это тоже можно будет разобрать, если нам эти компоненты будут необходимы. Но эти шмотки королевские можно будет кому-то задвинуть из торговцев и неплохо на этом заработать. Вот я не понимаю, что с этими Орены и Флорены. А у нас простые монеты. Как-то надо будет обменять вот эти вот монетки на ходовую валюту. Чёрт побери. А то меня это не устраивает. Так, вот теперь я себя узнаю. Сохранимся и выходим в открытый мир. Посмотрим на локацию. Королевский замок. Ну и шучем проблема. Быстрый переход. Я не понимаю, в чём проблема. Я не могу выйти, что ли? Да, я не знаю. Быстрый переход куда? Я не понял. Чё, обратно в белый сад, что ли? Нет, обратно не могу. Хотя могу. А сюда? Вален. Да, я могу уже переместиться в Вален. Неужели в зиму это только один замок? И ничего больше. Так, тут какая-то гавань. А, вот сюда Новиград. И Новиград могу посетить её. А тут такие уже локации немаленькие и клёвые. Очень клёвые локации. Да, похоже, тут... Только замок и ничего больше. Только замок и ничего больше. Ну, давайте вернёмся в белый сад. Я помню, там у травницы мы давали зелье одной девочке. И я надеюсь, мы её вылечили. Я хочу, в принципе, увидеть результат и получить вознаграждение за это. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Впрочем, всё вот в этом маленьком ролике и рассказали, что я хотел. Так, блин, где-то травница. Я уж позабыл, вот она. Давайте быстренько к низ бегаем, благо тут прям через этот холмик находится. Травница. Попрыгаем. Так, ну и что, где вылечил? Ух, попец, как всегда удивляет меня. Да? Что случилось с Линной? Что случилось с Линной? Ей стало получше. А потом её забрали нильфгарцы. Нильфгарцы? Зачем она им? Не представляю. Сам понимаешь, они мне не отчитывались. Так, а нильфгарцы, получается, находятся... Так, ну лесопилка мне предлагает отправиться в путешествие, а давайте... Сгоняем ещё к нильфгарцам, узнаем, что там с Линной. Непорядок, её там пытают, что ли. Надо спасти девчонку. Раз уж уже взялись за неё. Так, дайте мне передвинуться, вот. Хорош, пойдём посмотрим, что они сделали. Ээ, блин. Рожь перепрыгнул. Геральт. Эх, эх, ну, ну, ну уже, дружище, не застревай в текстурах. Так, и где её искать? Спросить у комендатора этого? Ты слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служили. Нелюдей. Сам ты нелюдь. Хотя, блин, чё я, блин, парюсь. Должен быть для меня комплимент. Это кто такой? Мм? Христианин обычный. Так, Лину забрали. Давайте узнаем, кто и зачем. Суэкс. Кто-нибудь объяснит, что ты тут делаешь? Ясно, значит... Неприятности ищешь. Её забрали, мы её тут не найдём. Мы найдём её, возможно, в другой локации. Отсюда можно уходить. В принципе, я тут уже остальные все квесты повыполнял. Не знаю, возможно, появились какие-то новые квесты. Мне надо, честно говоря, узнать, какие квесты появились. Так, давайте посмотрим... В задание сначала. Я видел тебя ввызи. Я хочу посмотреть в задание, куда нас отправляют по нашей сюжетной линии. В какую локацию. В ту локацию я и пойду. Вот. Нюльгарский связной отправится в Велин. В поисках цели гераль добрался до Велина. Тот, кто не был в этих краях, никогда не поймёт, насколько паршиво это место. В те времена его называли ничейной землёй. Почему? Император её ещё не занял. Тимерия была разбита. А реданцы уже успели отступить... Отпустить... Отступить север. Блин, какой-то текст непонятно. Никто не правил этим краем. И этот никто оказался не прекрасным. Владыка. Геральду предстояло разыскать агента по имени Гедрик. Который занимётся делом цели и получит от него денег касательно девушки. Так, эти сокровища. Мы тут, в принципе, уже... Это второстепенные задания. Они нам ничего не дают. Ну и, конечно же, тогда отправляемся мы в Велин. И там продолжим наше путешествие. Вот он, Велин. И куда нам? Дерево висельников. А нам... Блин. Ну, карта тут огромнейшая. Огромнейшая карта. Ух, Велин. Чёрт побери. Мне кажется, в Велине, мой, блин, надолго. Задержимся. Досок объявлений. Это, значит, миссии там просто немерено. Нам вот сюда, да, предлагают. Дерево висельника. Время войны севера. Геральт, Реном, где настрелят устаревшие столько, чтобы ржать почти незавоёванные народы. Ну, ладненько. Давайте сюда дерево. Вечас Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Огромнейшая новая локация. Примерно, я думаю, где-то в три раза, даже в четыре раза больше, чем деревня Белый сад и её окрестности. Ну, я так визуально проследил, так полистал вокруг, посмотрел. Я думаю, где-то в четыре раза больше локация. Однозначно. Велин, Северная Тимерия. Пять дней спустя. Ух, как всегда, блин. Приятно посмотреть всем проезжающим, как тут люди живут. В каком мире и согласии они тут обитают, чёрт побери. Да это мрак полный, мрак. Я не знаю, как там. Мне кажется, блин... Воля у людей ниже Плинтуса, чёрт побери. При таких раскладах. На каждом углу, блин, висят люди. Так, я уже вижу какие-то враги, блин, совсем близко. Какие-то бедики, псы, я вижу, там гуляют. Так, ну это, блин, конечно, посмотреть. Это как-то ужас. Чёрт побери. Охренеть. Поджарил задницу к Латве. Похоже, дождь собирается. Да, я думаю, он только собирается. Он сейчас уже поёт. А ну... Мне кажется, физика как... Как физика тут сделана, может как-то повлиять на эти трубки. Да, качаются, кстати. Качаются. А этот вот ближе. Раскачивается. Ужас какой, короче. А чё тут можно взаимодействовать какое-то, да? Ух ты! Золото он хивает, другие приют, обычный приют. Изрешённая книга. Тут я поднял, короче, или с трупа снял. Колода для игры в гвинт. Вы получили карту в гвинт. Так, ну с гвинтом я не знаю, если к концу игры я научусь. Управлять этими картами, это будет очень хорошо и очень здорово. Так, ну а пока что продолжим наше неспешное исследование этого загадочного мира. Так, ладненько, давайте огненный удар возьмём и пойдём посмотрим. Поздравимся с этими собачками, с местной живностью. Одичалы. Все первоуровни, в принципе, не представляют угрозы никакой. Для меня. Оу! Спокойно. Чё-то вы... Я сказал, горбатый собачье сало, мясо. Я так и не понял, что с этим мясом делать-то. На чём его можно пожарить? Не знаю, в разных играх, там, в готике, допустим, или ещё в каких-то таких вот игрушках с карими. Там можно жарить, чёрт побери. Жарить мясо. О, а тут почему-то не получается жарить. Ещё одно, блин. Ещё одно достопримечательство. Только мне кажется, это не Нильфгардец. Потому что у него именно... Каска Нильфгардца, да? Своего повесили. Дезертирт, возможно. Так, листья всякие пособираем. Новая местность, в принципе, эти все листочки могут понадобиться. Так, иди сюда, родная. Блин, классный у нас трофейчик. Так, грифон. Так, ну что ж. Кстати. Кстати, что я хотел узнать? Куда нас ведёт основное задание? Нас оно ведёт связной. К связному. Давайте, наверное... Ух ты, кораблики, лодочки. Видно. Ух, можно ещё и плавать. Чёрт побери, это просто чудо. Это просто чудо. Тут первая доска объявлений. Я думаю, давайте перед тем, как к связному... ...правимся. Сначала посмотрим доску объявлений. Возможно, какие-то квесты для себя возьмём. И исследуем немножко это поселение. Ну, тут, короче, депрессивный регион. Прям видно. Тут всё сгоревшее. Псы какие-то дичалые бегают. Повешенные на каждом шагу. Очень депрессуха такая. Прям... Не знаю, людно тут, не людно. Возможно, людно. Так, спрячем меч. Я думаю, тут... Как бы тут не было всё сожжено, уничтожено. Да, тут людишки живут. Гляди, плотва. Шевелись, плотва. Доска объявлений прямо тут. А это что, таверна? Закова не так быстро. Да, я думаю, это таверна. Давайте посмотрим на доску объявлений. Так, предупреждение. Крики в лесу слыхать далеко. А в чаще всегда густая тень. Лучше дитя не ходи в тёмный лес. А то дикий зверь тебя съест. Ха! Отличный стишок. Помогите похоронить. Похоронить. Люди добрые. Вчера наш фолибор умер. Мы не можем похоронить его как следует. В доме нет ни белой сорочки, ни полотна на саванн, ни досок на гроб. Если можете чем-нибудь поделиться, помогите, пожалуйста. Если мы не проводим его на тот свет, как положено, он обидится и будет приходить к нам. Да, ну это в принципе, там, я так понял, просто нужно подкинуть этих нужных запчастей. Сорочка, саванн, полотно, доски. И квест можно будет выполнить. Предупреждение. Люди добрые. Если где в лесу увидите, что ветки украшены всякими вкусностями, пряниками, яблоками, меду, колбасками, пирожками, то как бы у вас не бурчало в брюхе, хоть бы вы с голоду помирать не трожьте. Кто их попробует, к живым уже не вернётся. То есть там кто-то приманки. Приманки такие оставляют. Ловушки. Тоже возьмём. Так, извещение. Сим объявляет следующее. Каждый, у кого есть дойная корова, должен до конца недели привезти её в замок во Вроницах. Кто этого не сделает, и у кого во дворе такую корову найдём, получит 50 плетей и потеряет всё имущество. Кто донесёт на укрывателя, получит мешок зерна в награду. Сержант Ардаль. Да, тут точно, блин, не знаю, невозможно жить, наверное. Выживать только. От хозяина корчмы. Мы в корчме на распутье платим новиградскими коронами. Фига себе. Других денег не принимаем. В долг не отпускаем. На товар, еду и напитки не меняем. Если кому нравится, пусть идёт, жрёт жёлуди. Да, привет. Приветлицыны такие. Приветливые, блин. Корчмы. Пропавшая жена. Люди добрые, сжальтесь, помогите мне в беде. Жена моя, Ганна, пропала, пошла несколько дней назад в лес и до сих пор не вернулась. Я уж не знаю, что и делать. И заплачу любую цену тому, кто мне её вернёт или хотя бы скажет, где её искать. Неллин охотник из больших сучьев. Так, ясно, получили тут кучу заданий, я думаю. Давайте пообщаемся с местным людям. Чужой. Чужой. Ну, я не похож на чужого. Ну, в принципе, да, я чужой. Но я для всех чужой, по идее, ведьмак. Вообще без чувств. Клюётся постоянно. Корчма, наверное. Нет, не корчма, она закрыта. Хрен, поймёшь, чё это такое. Так, а тут что? Добро никакого не спрятано, нет? Привет, тётя. Да? Старушка. Вам чего тут? Крестьянки все в шляпах, видно, что дождь пошёл. Новая отметка, деревня Явороник. Что это такое, не пойму. Кстати, это можно открыть с помощью... Так, как там это называется? Телекинетический удар. Блин. Но видела, что я тут магией занимаюсь. А почему он так, блин, щёлкнул в пальцы? Я не понял. Вот. Уже получше. А то, блин, как-то я не впечатлён был. Так, эти двери открываются. Тут есть ещё кое-что. Можно зажечь свечу. Хорош. А, это я так погасил, наверное, за дверью стоял, прям через стенку погасил свечу. Стальная пластина, забираем. Будем её разбирать, если она не для чего. Надо как-то будет найти оружейников. И... Ой, тут, конечно же, есть погреб. Сок. Аметисовая пыль. Кстати, эти пыльцы очень дорогие. Я, например, там вот, вот, зелёную пыльцу, блин, покупал за 500 этих монеток. Это просто пипец как дорого, если честно. Лучше её находить и забирать. Так, сохранимся. Исследуем, что тут в погребе есть. Никто ничего не защищает. Можем зажечь факел. Классно у него эта хрень. Арбалет. Охотничьи перчатки. Винный камень. Ударный болт. Что ещё? Ещё болт и рецепт. Улучшенная кошка. Не знаю, что такое кошка. Кошка, окошко. Тут. Клодичка. Чудеса зерикания. Бестиарий брата Адальберта. Так, ну и всё похоже. Ну, в этом сундучке первым, блин, просто клондайка. Ага, нет, ещё не всё. Есть тут ещё какие-то алкотесты. Алкотресты, блин. Так, это... Да, всё правильно. Так, давайте посмотрим, чему-то насобирали. Так, я не понял, почему я обувь плохую взял. Хотя, почему плохую? Хорошую. Просто это лучшее. Я нашёл лучшую обувь. Да, 9 броники. Отлично. Шкары такие, как и были обычно. Так, чё-то непорядок какой-то. Или они поломались у меня уже, что ли? Да, мне кажется, надо чинить. Так, ладно, это несущественно. Сейчас, вот арбалетик можно поменять. По большому счёту, да, он лучше. 5-7. Отлично. Арбалетик получше поставим. Болты. Болты, болты. Мне интересно, недорогие эти болты или нет. Да, болты дорогие. 10-1 штучка стоит. Серебряные болты. Прикиньте. И ударный болт. Так, но эти болты я продавать не буду пока что. Возможно, мне понадобится в дальнейшем кого-то расстреливать. Так, ну вот эти перчатки я нашёл. Наденем, короче говоря. Будут получше выглядеть на нас. Так, эти все книжки читать сейчас не буду. Потом перечитаю по-быстрому. Ну, всё, в принципе, неплохо. Я скажу, так в домик зашли очень удачно. Тут таких домиков не так уж мало. Сундучки. Оно нет. В этих сундучках ничего нет. Побольше бы таких бездомных домиков. Так, тут, походу, да, кузнец обитает. Специальные верстаки, чтобы на время лучше доспех увеличить параметр броня. Так, ну я тут оружие увеличил, а тут вот броню, да? Отлично. Тут, тут ничего уж нельзя ковать. Так, ну что, поздороваемся с кем-то. Закрыто. Взломать, конечно, не удастся, закрытое помещение. Но это не то, чтобы необитаемый, как бы, домик. Там живёт кузнец. Его просто сейчас нет, спит. Отсутствует. Надо будет прийти, когда он будет на месте. Так, это что за халупа? Одинокая женщина. А, тут ещё и маленькие домики есть, а вход сзади запасной не присутствует? Я думаю, нет. Нет, не присутствует. Посмотрим, чё тут. Ой, заброшенный. Так это карлики живут тут. Я тут даже не смогу зайти, по большому счёту. Кнопки присесть тут нету. Оставьте меня в покое. Так, я-то тебя оставлю в покое, но я меркантильная душонка, и всё, что тут будет плохо лежать, я заберу. Ты уж извини меня. Так, и тут ничего нету. Реально, блин, нищие. Нищие живут. В этой хате. Что-то они стоят в дождике. Боки тебе в помощь. Боки в помощь. Я думаю, они все от дождика просто прячутся. Если это правда, очень классно сделано. Во время дождя они сразу прячутся в укрытие. Так, тут ещё. Да, видно, что... Точно они живут как гномы. Я даже туда зайти не могу. Бедняки. Я просто... Корову нельзя свою держать, содержать. Это ужас какой-то. Депрессуха. Бедно-то сплошная. Трубку. Ну, блин, у меня, конечно, деньги не пахнут, поэтому... Меня никто остановить тут не сможет. Крестьяне безобидные. С ведьмаком они справиться не смогут, поэтому я буду пользоваться своим статусом и умениями на максимуме. Впрочем, так делают все. Почему бы мне так же не поступать? Так, испугать вас этим тектоническим ударом? Телекинетическим. А ну-то идите. Так, малыш. Я не хочу на эту цель нападать. Я хочу эту дверь снести. Нет, не могу. А этот удар, короче, он влияет на людишек, видимо. Не получается этим ударом воспользоваться. Так, перекрест пёс. Привет. Белый Вим. Чёрное ухо. Так, тут. Хорош. Есть ещё взять водичку. Ну, водичка она такая, она недорогая. Нальёте себе с колодцами только воды. А мне хп-шки будут восполнять. Я не знаю, как потом на статистику это отразится в итоге моих путешествий. Насколько я буду неадекватным, злобным. Так, мне кажется, все хаты я обошёл. Или я ошибаюсь? Мне кажется, вот тут я да, был кузнец и с этой стороны всё обошёл. Ну, теперь долго лить будет. А, нет. Всё да не всё. Всё да не всё. Вот. Крывостой хотели от меня спрятать. Не удастся. Верёвочка. Всё. Ну, теперь долго лить будет. Давайте посмотрим наше задание. Задание. Уровень сложных заданий. Некоторые задания могут показаться слишком сложными. Рекомендуем для прохождения заданий уровень персонажа указан рядом с названием. Достигнув этого уровня, ваш герой будет готов довести задание до конца. Десятый. Так, вот дополнительные задания, которые я тут насобирал, мне кажется. Так, гвинт. Крышмайер должен доставлять людям удовольствие. Обычно достаточно наливать выпеку теплё. Например, желает сыграть партию гвинт, и потом всякий хороший крышмайер держит на голову колодку, а лучше могут похвастаться рекомендуем колодку с отличайшими картами, которые смогут скоротать вечер, вечер даже самым опытным и прохотливым игрокам гвинт. Геральт решил заполучить некоторые из этих карт для себя. Ну и как мне это сделать? Покажите мне. Так, куча, короче, знаков вопросов появилась. Гвинт вот тут играть. Тут корчма находится, я понял. Корчма находится аж тут. Так. Задание, задание. Окей, с гвинтом мы не будем пока что. Так, дикое сердце, велен. Деревня за живописным званием большие сучья. Я увидел объявление, в нем было указано, что охотник по имени Нелленд будет благодарен за любую помощь в поисках жены, пропавшей несколько дней назад в окрестках леса. Герой в последнее время постоянно взял людей и потом решил поискать жену охотника. Так, ну давайте, давайте примемся. Седьмой уровень, конечно же, рекомендуемый, но я думаю, что мы справимся и седьмым уровнем. Так, а где? Куда менять? Ух ты, как далеко. Далековато сейчас пока что. Блин, что-то поближе есть, надеюсь? Блин, поближе надо коллекцию собрать. Блин, полную коллекцию карт, это задание тоже не из простых. Даже не знаю, где тут отметки могут быть. Карты, я думаю, это по знакам вопросов херячить. Кстати, ту карту я нашел у висельника, наверное, это какой-то там шулер. Его повесили за шулерство. И мы как раз эту карточку у него отобрали. задание. Окей, не хотите то? Связной. Ладно. Давайте с связным, короче, разберемся, а потом отправимся искать жену того, бедолаги. Так, плотва, иди сюда. Иди сюда, родная, где-то там. Пробралась. Шевелись, плотва. Так, ну, быстрым перемещением сейчас не хочу пользоваться, потому что хочу изучить эту территорию. эту живность местную. Местные обычаи. Тут везде блин эти гадеи, плотва. Везде виселицы, черт повери, на каждом шагу. Мрак. Так, ладненько, ускорим шаг. Никаких нету перед нами преград. Опачки, это что такое? Не прогоняй его, Родрик. У каждого есть право припасть к источнику милости вечного я за тобой слежу. Ведьмак, приблизься. А? Так, может, тут задание какое-нибудь получим? жрец вечного огня. Чем дело? Возрадуйся, ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие как ты не работают даром. Это правда. Так, а ну давай. Денюжки не пахнут. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это ну да, замечательно. Вот тебе освещенное масло. Польешь как следует и подожжешь. Ясно? Пламя должно взвиться до самого неба. Во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. У моста на Новиград. Окей. Так, хорошо. Хорошо. Как называется это задание? Третье. Погребальные костры уровень третий. Найти изжечь тела лежащих в ямах на поле битвы. Три тела. Окей. Вот поле битвы. А это что? Это что? Тут, тут и тут три поля. Значит, первое это. Окей. Недалеко в принципе. Я даже думаю я пешком сбегаю. Че плотву напрягать? Я думаю тут ничего опасного нету. Хотя он бегает какие-то там блин того прибегают или че это такое? Тут пес. А там я видел какое-то человекообразное существо. Да. Так, надо да это там гулька какое-то. он с этими расправится с волками. Я примусь за него серебряным мечом. Кто победит, короче, с тем и сразимся. Голь победил. Это блин понятно. Фу. Теперь освещенные маски. Надеюсь загорится. Что это? Что это? Фу, блин. он самоуничтожился, короче. Я его даже не добил. Что же за зверь такой? Сердце чудовище, кровь гнильца. Да, гнилец. Гнилец. Надо будет посмотреть в этом местиаре. Что это такое? Эти гнильцы и почему они взрываются перед смертью. А что там еще есть? Волчонок что ли? Винокон собака. Так, там еще есть собака, но мне на нее короче положить пока что болтик. Я выполняю важные задания. Так, вот трупки гнильцы наверное эти трупы сбегаются, поэтому тут бегали прыгали эти хреновы уродцы. использую масло. Теперь игни. Теперь игни. Используем игни. Так, неплохо. Костер такой погребальный черт погрех. Солдат их сложили, но не успели сжечь. Так, следующее. Следующее в ту сторону нам. Так, что за травка? Ладно. А, нет, нам сюда. Да, видно сдалека как горит. И уже погасает что-ли, да? Погасает, сгорает уже до конца. Блин, я так посчитал тут с каждой вестелицы снять тут еще не такие кучки трупов получатся. Не знаю, тут рождаемость намного менее, меньше, чем смертность. Так, это что-то спрятанное. Набор, флорены, лунные осколки. Отлично. Волокна. Так. Че-то я слышу с той стороны. Тут ничего нету, перед мной ничего нету опасного. Вот с левой стороны есть опасность какая-то. Довольно неприятные звуки. Так, вон наши трубки. Никто не охраняет, удивительно. Почему тут никого нет? Фу. Теперь освещенное масло. Вот я, короче, я был неправ. Защищают. Гули появились из нет куда. Так, идите к папочке по одному. Можно и по два в принципе. минус. Хотя они оживляются потихоньку. Так, все. Не страшно. Гули яд. Круто. Раньше в них не было яда. Раньше в них была какая-то гадость типа кишок. А тут ядик и его очень выгодно можно продавать этот яд. и кровь гуля тоже в принципе можно продавать место битвы. Так, я тут все обобрал теперь только поджечь. Теперь игни. Да, пока что только игни пользуюсь. Хорошая магия. Броника пока что неактуальная. Девять очков опыта всего лишь маловато. так, ну вот для этого путешествия я вызову плоту, потому что более-менее далеко нам придется бежать. Лучше будет ускориться. Кстати, уже солнце появляется, да? Пошла! Так, все, давайте велопом. От одной точки к второй нам не стоит прохлаждаться. так, через это сердобольное оселение скачем по дороге в принципе быстро получается. Так, это где-то тут. Так, платва еще не устала. Подержи тротвал уже устает, а мы до сих пор не добежали далековато, да, получается. Ладно, ускоримся. не торопись. Кого-то не добили. Да, как-то живой там остался. Может, он помогает. да, гули для нас уже не проблема. Тит Гелос. Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше. я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Это ты про жреца вечного огня? Это мы говорим про жреца вечного огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштах первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели тело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят, мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. свои понятия. Так, кто-то еще живой? Нет. Всех поубивал. А ты что, фуфел тряпочный? Ах ты ж гад. Еще обзываешь тебя спас от гули, а ты, блин, обзываешь меня. Чертилка. Картонная, черт побери. Да, тут есть черт прах. Да, и как-то не густо. Когти. Те гули были намного толще. С ядами всякими. Так, это хороший ингредиент, мне подойдет. Так, тут еще кусочек останков остался. Вот, кровь гули это получше. Хоть каких-то пару копеек стоит. Не то, что потроха всякие ненужные. Так, ну что ж, поджигаем. Теперь игни. ясен перец игни. Блин, ну я же не собираюсь в него стрелять. Так, все, теперь можно мчаться за вознаграждением. А куда? Ох, сюда аж. где его встретил? Я не помню. Где-то тут я его встретил. Хотя может и там. Нет, я где-то тут на пути к чему я стремился. Я уже забыл. Да, я сюда ехал. А теперь мне придется аж сюда доехать и заодно вот эти вот неизвестные места посмотрим и получим свое вознаграждение. да, интересный мирок получается. Мне очень нравится. Так, че ты бодаешься? Только мы будем ускоряться. Мы будем ускоряться. Прям так пересечем местности галопом. Ух ты! Минус одна, блин. Пожалуй, задержусь немножко. Тревога лошади, энергия лошади. Тревога лошади, надо, чтобы не сильно завышалась. Минус, минус, минус. Так. Э, ты не наглей, скотина. Да, ну, конечно, это эпично, когда на коне на ходу прямо рубишь на мясо этих тварей в любом количестве. Так, почему пособирать быстрее бы, менее было какой-то, не знаю, магия или что. Собрать все весь лут. Весь видимый лут собрать. Класс там было с трупов. Было бы весело. Так, нам сюда. Вперед, плотва! поглачем. Как начать. плачем я помню, мы отсюда начинали свое путешествие от этого знака. Ну а теперь мы пойдем в эту сторону. Так, спешить нельзя. Вижу вдалеке какие-то огни. Видимо там какой-то город находится. Ух ты, что тут? За что их повесили? За что их повесили? Вперед, Платва! Давайте прочитаем. Че тут уходить. Это человек, привеленный к смерти через повешение за распространение пораженческих настроений, лжи, клеветы и оскорбления его королевского величества Родовида V, короля Севера. А Эдгир кто такой тогда? Не король Севера? Эдгир же? А возможно это его полное имя. Этот человек, привеленный к смерти через повешение настроений, лжи, то же самое. Короче, не интересно. Так, вот вопросительный знак, можно к нему отправиться. Недалеко, в принципе. Может какой-то этот вот алтарь силы найдем. Неплохо бы повысить чуть-чуть свои навыки. Так, ну где? Где-то недалеко должно было быть, совсем недалеко. Отдохни. Что это такое? Короче, будем ставить вот такие отметки и не париться. Да, там есть какая-то живность, какая-то живность есть. Кто бы мог подумать, рассадник-чудовище. Уничтожим. Так. Ладно, ребята. Меч нам нужен серебряный. И сюда. Блин, шестые уровни, кстати. Накеры. Музычка. Хорош. Накеры нам знакомы еще в первой локации. Кстати. Но их очень много тут. Их там было меньше раньше. Горите, тварь. Так. Спокойно. Двое осталось. Не проблема. Блин, ну с таким мечом, конечно, тут проблем вообще никаких не возникает. Не расправляться. По 200, по 300 урона. Так. Только чуть-чуть они, конечно, меня потрепали. Малый синий мутаген. Синий мутаген. Мне кажется, у нас уже был синий мутаген. С этих накеров только синие мутагены и падают. Хоготь кратера. Это что за кишки повылазили? Мозг, кость, волос. Сейчас все на продажу пойдет. Малый синий мутаген. Возможно, есть и большие мутагены. Так. Тут какое-то пристанище этих упырей. Наверное, разрушать будет. Ой, тут человечка. Блин, да. Тут кого-то разодрали. Короче, тут была какая-то шахта, что ли. Да, шахта была. Железная руда. Тут добывали руду. Комизон охотника за головами. Блин. Ничего себе. Недвежья шкура. Интересно. А туда я в середину смогу пробраться? Так, это что? Я думаю, да. Ух ты. Диск лаир. И всякая хрень. Сон дракона рецепт. Интересно. Интересно, что это за диск раир. Серебряный меч. Разберем на серебро его обязательно. Он по-любому хуже. А что это у мес? Не понял. Улучшает оружие. Откройте. Ух ты. Это я понял. Да я понял. Так, я не понял, почему у меня оружие поменялось. Поломался что ли? 98. Какого черта? Я вообще не понимаю. Рунные камни улучшают оружие. Рунные камни. Так. 20 пробития доспеха. А куда я его могу поместить? Сюда могу поместить. Неплохой камешек я нашел. Согласитесь. Так, тут все окей. Улучшил свой меч. Теперь буду лучше пробивать всяких чувачков в доспехах. Да, тут есть подземелье, друзья. Кстати, давайте посмотрим что это за подземелье. А, они показывают. Большое или небольшое это подземелье. Так, ну ладненько. Я думаю в это подземелье мы уже отправимся в следующей серии. На этом мы закончим данную серию. А пока что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео. С вами был HeadCrab. Пока-пока. До новых встреч, друзья.